Это Ширяево, дальний план. Это семья, лося. Природа вообще близка всем людям. Мне особенно. Почему? Потому что я вырос в Ширяево. Среди гор и волжских просторов в Ширяево. Сергей Плеханов, художник, чье имя сегодня известно далеко за пределами страны, нашел вдохновение. Все началось еще в детстве, когда делал деревянные пистолетики для соседских мальчишек. Тогда и прославился на все село. Слава оказалась по вкусу, навыки решил совершенствовать. Вазы пошли, токарные. Потом какие-то поделки небольшие. Потом растительный орнамент. Потом иконы. Потом девушкам что-то понравилось. Тут вообще воспрял. Отдельное место в сердце мастера занимает работа над иконами. Художник оформил уже три церкви, в числе которых храм Кирилла и Мефодия, церковь святых Бориса и Глеба. Чтобы сделать иконостас для Оренбургской церкви, мастеру потребовалось почти три года. Прежде чем взяться за работу, Сергей встречался со старцами, посещал лекции в семинарии. Здесь надо честно все делать. Если где-то что-то можно как-то слукавить, то здесь нет. Сергей Плеханов занимается декоративно-прикладным творчеством вот уже полвека. Профессиональный путь начал около 30 лет назад. За это время ему приходилось заниматься и другой работой. Но вечерами, дома, мужчина снова брался за резьбу, отдыхая при этом душой. Основное первое, когда в общем-то себя поверил, это наверное, это не моя авторская. Это Стенька Разин из Золотой Жемчужины. Это давно было, лет 25-30 назад. А уже потом пошло, да. Там более такой, там объем есть, там все есть. Вот не могу я без этого. Кто гонит? Никто не гонит. Идем и творим. Не просто работаем, творим. Сегодня у Сергея Плеханова собственная мастерская и 30 учеников. Он сотворил несколько тысяч работ, многие из которых выкупают частные коллекционеры. С другими мастер участвует в выставках на региональном, федеральном и даже международном уровнях. Но ту самую, первую, с которой все началось, золотую жемчужину художник бережно хранит в личной коллекции. Мария Леевна, Николай Епифанов. События.